всем привет расскажу вам как я автоматизирую процесс обработки значит следующая ситуация нужно просверлить 5 отверстий тут расстояние между ними 29 тут у нас 39 одно отверстие по центру сверло значит у нас 10 с половиной либо 10 и 8 как бы без разницы это к сварной конструкции будет прикручена в нее будут просто вставляться болты короче так что отклонение плюс-минус десятка ну то есть десятка влево десятка вправо там неважно так вот детали таких 88 штук вот для того чтобы быстрее сделать придумал я следующую ситуацию значит я не знаю почему эти функции никто не использует у меня стоят упоры вот один упорчик вот там его еле видно второй стоит тут электронная шкала на ней вот видно тут 6 соток тут 5 соток отклонение то есть от размера тут размер должен быть 39 а тут должно быть по нолям вот можем его сейчас вывести в ноль один но тут останется 5 соток значит включаем станут точнее включаем подачу подача начинает сначально быстро вращаться нужно подождать немного для того чтобы она успокоилась и работала на тех темпах которые были заложены и что мы делаем значит следующее есть тиски здесь как естественно стоит упор а еще один лайфхак короче поставил я две такие пластинки чтобы они не падали вот просто между ними ставишь пружинку и все они прижимаются к стенкам вообще класс состоит подача уже успокоилась а мы можем нажимать например допустим это было первое отверстие она как бы на чертеже находится вот здесь вот сейчас сейчас будем ехать ко второму которая находится здесь просто нажимаем подачу я на самой едет 29 все правильно это отверстие тут был ноль начнут 29 вот станок сам доехал и то есть мне не нужно там ничего не подкручивать не докручивать я сразу же просто стою здесь я рукой дотягиваюсь до этого выключателя точнее переключателя подачи это него рукой дотягиваюсь нажал его в обратную например сторону станок поехал я уже здесь стою и готов сверлить короче вот он доехал вот в данный момент он показал отклонение в одну десятку как бы это допустимо но я стараюсь одну десятку поправлять ну да единственная проблема что всегда когда он едет в ту сторону именно в ту в одном направлении у него почему-то бывают некие отклонения не знаю с чем это связано вот сейчас практически по нолям одну сотку показал но именно в том направлении значит вот стоит переключатель здесь он упирается в этот концевик получается и вот только в этой в этом направлении как как получается значит ошибка так что еще я хотел рассказать еще по поводу сверления знаете вы что вот я уже насверлил тут немножко знаете вы что когда сверлишь с обратной стороны остаются вот такие выпуклости металла они ну иногда остаются еще намного больше пробовал я значит сверлить изначально при выходе сверла из материала пробовал я давать меньшую подачу ну то есть меньше его нажим надо нажимал просто и при меньшей подачи могу сказать что намного больше вот эти вот остаются задиры такие вот этот выходит сам материал. Так вот, когда давать намного больше подачи, тогда, естественно, задиров нет. Ну, это может зависеть все от материала. И так же самое может зависеть все от оборотов. У меня стоит тут 800 оборотов. Вот, 800. Один, два. Значит, когда-то, может быть, кому-то будет интересно, я расскажу обзор про этот станок. Это просто не станок, это просто космос, короче. Ну, по крайней мере, такого я еще нигде не встречал. Работал на нескольких фабриках, там, заводах. Ну, такого не встречал. Тут я себе понаписывал, короче, некоторые значения, там, например, когда здесь он у меня, как бы, такой датчик, не датчик, как его назвать. Когда выставляешь значит, край детали, чтобы выставить 0, там, я вот себе добавил, в таком направлении нужно написать минус, то есть, тут прописываешь просто, например, X, там, минус 2. И тогда, потому что это, конечек этой детали 4 миллиметра. Ну, тоже могу обзор написать, кому-то будет интересно написать, снять, точнее. У меня уходит 2 минуты на сверление двух штук. Я сразу вставляю по 2, вот, у меня как раз так получилось, что вот я вставляю под упор, ну, и тут я зажимаю. Как раз получается так, что две штуки как раз вровень они становятся. Поставил тут еще поставил тут еще направляющим, потому что нечего было подставить. Они как раз шлифованные, очень хороший размер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, по поводу пятого отверстия, которое будет по центру. я выставлю сверло именно в этих координатах и буду сверлить только центральное отверстие, получается, во всех штуках. Сейчас я во всех делаю только 4 отверстия, а потом буду делать только одно вот это вот центральное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА